Обычный белый лист пластика, баллончики с автомобильной краской и фантазия – это стандартный набор для творчества Евгения Савина. Молодой художник по призванию в жизни занимается монтажом инженерных систем. Казалось бы, с творчеством это никак не связано, но свободное от работы время посвящает именно рисованию. Техника называется спрей-арт. Она пришла к нам из Мексики и стала завоевывать мир. Вот только на Дальнем Востоке таких мастеров мало, а может быть и вовсе. Талант Евгения уникальный. Вообще не рисовал никогда. Увидел в свое время у товарища видеозапись еще в 90-х годах. На Бродвее человек рисует подобным образом. Футуристический пейзаж, космос, планета, вода. Впечатлило. 15 лет выдерживал эту идею. В 2015 году начал рисовать. Просто попались под руку два баллона с краской, решил попробовать, ну и понеслось. По выходным Евгений рисует прямо на набережной, на глазах у десятков зрителей. В будущем планирует организовывать мастер-классы. Ведь его творчество пользуется успехом. Картины часто покупают, как говорится, с колес. Тем более, что одна из изюминок спрей-арта – быстрое рисование. На некоторые работы уходит всего пять минут. Техника отработана до мелочей. Кстати, в творчестве может быть использовано все, что попадается под руку. Там крышки, он от банок. Даже он диск есть какой-то старый. Всему находится свое применение. Что тут есть еще такого интересного? Вообще, с маникюрного набора, по-моему, какая-то штучка. Это обычная банка консервная. Евгений признается, любит рисовать футуристические пейзажи, планеты, города. Иногда присутствуют азиатские мотивы и, конечно, море. Его работы не повторяются, хотя сюжеты могут быть схожи. Говорит, прежде чем набил руку, потратил немало сил и средств. Черновиков было очень много. Когда начинал, сжег, не знаю, баллонов, наверное, 200 краски, если не больше. Опять же, пока нашел ту, которая мне подходит, не каждая краска контактирует между собой. Нюансов очень много. На первый взгляд, оно выглядит вроде так все просто. Я тренировался, скажем так, почти полтора года, прежде чем смог выйти на улицу, показать людям, что это такое. Во время нашей съемки обычный белый пластик легким движением руки превратился в пейзаж с морским закатом. Кстати, в будущем Евгений планирует рисовать картины с достопримечательностями Благовещенска. Есть у него и мечта художника – уже в ближайшее время организовать собственную выставку. И, возможно, даже обучать детей этой техники. Яна Лисовая, Роман Юдаков, Амурское областное телевидение.